МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире же недельный выпуск новостей Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Смотрите сегодня в программе. Наконец-то. Прописано. Рабочий визит генеральных инспекторов Госкорпорации Росатом и концерна Росэнергоатом. Мы не можем оставить без внимания вопросы, связанные с выполнением различных мероприятий по безопасности. Эксперты Госкорпорации Росатом положительно оценили состояние безопасности Смоленск АЭС. Я решила поучаствовать в Олимпиаде, потому что я считаю, что это прекрасная возможность показать себя, показать свои способности и помочь себе в будущем. 20 студентов смолян получают высшее образование по целевому направлению от Смоленской АЭС. Мы занимались сегодня городом принцесс. Юные десногорцы приняли участие в заочном этапе проекта «Школа Росатома». Финал школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Текущая нагрузка, мощность на станциях, которые входит контур концерна Росэнергоатом 27141 мегаватт, выработка 100,4%. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка сейчас составляет 3192 мегаватта, существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Выработка электроэнергии на 13 февраля составила 640 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 60 миллионов. С начала года выработка составила 3 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 182 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС признана экологически образцовой организацией концерна Росэнергоатом. Такой статус предприятие получило в отраслевом конкурсе. Торжественная церемония чествования состоялась в Москве 7 февраля на заседании Общественного совета Росатома. Почетный диплом и памятный знак директору Смоленской АЭС Павлу Лубенскому вручил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Это заслуга, конечно, Смоленской атомной станции, всего коллектива. Смоленскую АЭС с рабочим визитом посетили генеральные инспекторы госкорпорации Росатом Сергей Адамчик и концерна Росэнергоатом Николай Сорокин. После обхода атомной станции они провели совещание с руководством Смоленской АЭС и подразделений, посвященное вопросам повышения безопасности и устойчивости работы атомных станций и совершенствованию работы в области охраны труда. Сергей Адамчик отметил, что в 2016 году на объектах использования атомной энергии госкорпорации отсутствовали события, значимые с точки зрения безопасности, не было превышений дозовых пределов, значения выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду находились на уровнях существенно ниже установленных. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский отметил, что для смоленских атомщиков обеспечение безопасности – главный приоритет. Для нас это ценно, важно. Позиция генерального инспектора госкорпорации и концерна – это руководство действия и исполнение для нас. 10 февраля завершилась целевая проверка состояния безопасности Смоленской АЭС комиссии госкорпорации «Росатом». В течение пяти дней эксперты инспектировали подготовку персонала, соблюдение правил безопасности при эксплуатации электроустановок, выполнение профилактических мероприятий, разработанных госкорпорацией и концерном «Росэнергоатом» и другие направления. Как прокомментировал в завершении проверки председатель комиссии, состояние безопасности Смоленской АЭС находится на достаточно высоком уровне. Ряд положительных практик Смоленской АЭС эксперты предложили к распространению на другие атомные станции концерна. По итогам проверки, собранный экспертами материал, оформлен в виде акта и предоставлен Смоленской АЭС. В дальнейшем он послужит руководством к действию в работе по повышению безопасности атомной станции. 20 студентов получают высшее образование по целевому направлению от Смоленской АЭС. Об этом сообщила финалистам Инженерной Олимпиады школьников, организованной Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и Акционерным обществом концерн «Росэнергоатом» в Десногорске 12 февраля, ведущий специалист отдела развития персонала Смоленской АЭС Марина Шиндина. В сегодняшней Олимпиаде принимает участие 22 старшеклассника города Десногорска и Рославля. В результате победы в Олимпиаде они могут заключить договора о целевой контрактной подготовке. На Смоленской АЭС уже 20 целевиков студентов обучаются в профильных вузах. В трудоустройстве выпускников заинтересовано как предприятие, потому что оно получает квалифицированных специалистов, так и сами старшеклассники, поскольку у них есть возможность продолжить свою карьеру на предприятиях атомной энергетики. В финал вышли участники предварительного тура, показавшие наилучшие результаты. Как показывает практика последних лет, те, кто успешно проходят отборочный тур и становятся победителем отборочного тура, это очень сильные ребята, действительно заинтересованные, с горящими глазами, и для них не составляет особого труда, скажем так, стать не только участником, но и победителем финального тура. Инженерная Олимпиада, требующая нестандартного мышления, хорошая подготовка перед ЕГЭ и возможность проверить уровень своих знаний и способностей. Я также хочу продолжить 11 энергетиков, вот, и ну как бы сейчас атомная промышленность стоит на очень высоком уровне, то есть это дает стабильную зарплату и надежное будущее. Я хочу получить техническое образование и может быть даже в сфере атомной промышленности. Вся семья связана с атомной станцией и моя бабушка была строителем, то есть участвовала в строительстве атомной станции, и дедушка очень долго работал на САЭС, и он ветеран атомной энергетики, и мама сейчас уже очень долго работает на САЭС, она работала в отделе инспекции, сейчас работает в УКСИ. В 2017 году пять победителей и призеров инженерной Олимпиады смогут претендовать на заключение договора со Смоленской АЭС о целевой контрактной подготовке в НИЯУ-МИФИ по направлениям атомной станции, проектирование, эксплуатация, инжиниринг, ядерные реакторы и материалы. Целевой договор под собой подразумевает прохождение практики на Смоленской АЭС, предоставление отличникам и хорошистам дополнительных мер социальной поддержки, трудоустройства после получения высшего образования. Новый образовательный проект Школы Росатома «Город наших фантазий» собрал 28 ребят в возрасте от 5 до 7 лет. Цель – привлечь дошкольные образовательные учреждения Тамградом к творческому процессу, развитию детей фантазию, интерес к познавательной деятельности, коммуникативные навыки и самостоятельность. В конкурсе, который прошел в Доме детского творчества, участвовало 7 команд из детских садов города. В каждой 4 дошкольника и 2 педагога. Дети с интересом включились в познавательный, наполненный проблемными изобретательскими задачами проект. И надо отметить, вполне по-взрослому подошли к работе. Провели мозговой штурм, выбрали лучшую из предложенных идей, проявили лидерские качества, командный дух и способности к принятию совместных решений. В течение часа ребята практически без помощи своих кураторов сконструировали макеты фантастических городов для сказочных героев. Для строительства использовали бросовый и природный материал, баночки из-под маминых кремов, конфетные фантики, пластилин, картон, цветную бумагу, клей и краски. Спасибо вам большое. Очень много у вас идей, очень у вас умелые руки. Вы все молодцы. Всех вас поздравляю. Как пояснила главный специалист Комитета по образованию Десногорска, координатор проекта Школы Росатома Ольга Конохова, муниципальный этап конкурса на этом не завершен. Вместе с вами из 16 городов, других атомных городов, которые у нас есть в нашей стране, дети, ваши ровесники, тоже строили сказочные города, замечательные. И по итогам нашего сегодняшнего мероприятия будет снят видеоролик, и пять лучших команд из атомных городов поедут в далекий город Снежинск, чтобы там уже строить города вместе с ребятами из других атомных городов. В Десногорске в третий раз состоялось одно из главных спортивных событий Смоленщины – финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». 9 и 10 февраля в Десногорске в третий раз состоялось одно из главных спортивных событий Смоленщины – финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Соревнования проходили в рамках проекта развития молодежного баскетбольного движения, инициированного руководством Смоленск АЭС при поддержке властей региона и города, областной федерации баскетбола и Центрального баскетбольного клуба «Динамо». Мы очень рады, что соревнования проходят у нас в городе Неснегурске на нашей площадке, и очень почетно, что на наши соревнования приезжают большое количество участников, и более почетно, что эти соревнования выбирают время и приезжают к нам очень уважаемые люди. Евгений Гомельский, легенда отечественного баскетбола, олимпийский чемпион, содействует развитию проекта «Динамо Росатом», считая баскетбол лучшей спортивной игрой в мире. Когда «Динамо» и «Росатом» объединились в этом проекте, кроме радости, кроме удовлетворения, я ничего не испытываю. И я буду с удовольствием приезжать на любые соревнования «Росатома» и буду с удовольствием принимать участие в том, что называется «Динамо Росатом». Это для меня огромная радость. Программа чемпионата включала баскетбольные поединки среди восьми сильнейших команд юношей и девушек из Смоленска, Ельни, Вязьмы, Десногорска, всевозможные конкурсы, спортивные танцы и шоу баскетбольных акробатов. Спортсмены посетили мемориал «Курган Славы», где возложили цветы и венки к могилам воинов-освободителей. Десногорская юношеская сборная «Торнадо» вышла из борьбы серебряным призером. Никита Бибко, Артем Павлов получили звание лучший игрок в команде. Десногорский баскетбол сделал определенный шаг вперед. Я очень этому рад. В прошлом году мы были вообще без медалей. Все-таки второе место – это их заслуга. Это хороший результат. Но первое место – это только одно. Первое место и путевку на финал Кубка ЦФО завоевали смоленские баскетболисты, клуб «Заднепровье» юноши и клуб «Смолянка» девушки. Также болельщики стали свидетелями увлекательного показательного матча между сборной школьников и командой организаторов. Игра завершилась ничью со счетом 26-26. Игра просто отличная. Ребятам, нашим молодым соперникам огромное-огромное спасибо. Правда, они нас не жалели. Даже было ощущение, что они выйдут вперед. Но опыт не пропал. Все-таки нам удалось сохранить достойный счет и достойную игру. Каждый раз окунаюсь в атмосферу баскетбола. Я понимаю, что здесь та самая необходимая поддержка справа-слева, та самая командная работа, которая необходима для достижения результата. Детей стало заниматься больше. Мне кажется, что появилось качество. Мы гордимся тем, что мы являемся социально значимым проектом концерна «Росэнергоатом» на 2017-2018 год. Все, кто работает в системе концерна, понимают, что это очень большой действительно успех. Здесь мы наблюдаем динамику. И я очень рад, что Десногорск играет в финале. Понятно, что еще есть над чем работать. Но хочу сказать, что вот простая вещь, которая довольно бюджетная. Это два тренера, которых мы пригласили. И смотрите, уже есть результат. Соответственно, есть интерес, а это самое важное, потому что дети занимают свое время, теряют энергию на правильные вещи, уходят с улиц, уходят от каких-то ложных целей. Поэтому я считаю, что проект очень хорош. Мы его будем развивать. На этом наш выпуск завершен. Увидимся ровно через неделю. Хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин